С владельцами недвижимости Дагубаси редко удается договориться. В Латвии они давно не живут, а их наместники мало что могут предпринять по существу. В лучшем случае выставить на продажу, как это здание по улице Стации с 95. Оно принадлежит государственному агентству недвижимости и трем частным лицам. Но это по документам. На деле же здание выглядит бесхозным и представляет собой жалкое зрелище. На приглашение присутствовать на заседании градостроительной комиссии откликнулись представители только одного собственника. По их словам, хозяин по-прежнему намерен продать строение. Препятствовать члены комиссии не могут, но вправе выставить свои законные требования. Желание сохранить собственность надо подкрепить проектом консервации здания и проведения неотложных работ. Причем сделать это необходимо в срочном порядке, к первым числам сентября. Если это не будет сделано, тогда самоуправление имеет полное право решать вопрос о сносе здания. То есть тогда уже будут с них взиматься расходы по сносу, но, конечно, имущества у них уже не будет. Это самоуправление имеет полное право, если собственники не будут делать никаких действий. Потому что они предупреждены, там есть все идеальные части, есть в собственности. И я надеюсь, что все-таки собственники будут принимать реальные действия. Ситуация с владением по улице Ригас 51 сложнее. Собственник умер, дом заложен в банке, а наследник в права еще не вступил, так что говорить не с кем. И ждать нельзя сооружение представляет реальную опасность. Единственный выход видится в вывозе мусора, закрытии территории, а расходы взыскать с наследника после того, как он вступит в законные права. Действовать по взаимному согласию не получается и с владельцами дома по улице Висболю 4. Он находится в управлении фирмы «Пилот ЛТД». Как он обслуживается, говорить излишне. С обязательным соблюдением всех юридических процедур дом предложено снести, а возмещение затрат возложить на собственников. С просьбой предоставить в аренду участок земли в комиссию обратилось общество дрессировки собак «Вундердог». Из нескольких вариантов руководители организации выбрали «Эспланаду». Новый вариант, да, нас лучше устроит. Там спокойнее, место чуть-чуть стороннее, в то же время в центре города удобно подъехать, никому мы не мешаем. Там, между прочим, и собачка всегда рядом гуляет. Да. Общение будет более... И широкая территория, там тоже зеленая зона. Участок дрессировки собак расположен в районе улицы Кандаваса. В целях безопасности территория должна быть обнесена сетчатым забором, для чего потребуется проект. За недостатком средств новая организация просит дать время, при этом гарантирует безопасность людей. Собак дрессируют на поводках и обучают не столько животных, сколько хозяев. Но это не снимает темы ограждения. Пока обучите собственника собаки, а потом он уже сам работает своей собакой, и потом в своем управлении решать, где зона ответственности, или собаки, или клуб, мы юридически будем постоянно на весах висеть. Поэтому какой-то небольшой срок без остановки забора можно обсуждать, но это очень небольшой срок. Прошение общества концептуально одобрено, но подготовить проект и установить ограждение надлежит в течение полугода, после чего срок аренды земли будет продлен. Члены комиссии обсудили также эскизный проект реконструкции участка улицы Венебас от Парадас до Цетокшня. Проект предлагает расширение улицы Венебас от Кандавас до Цетокшня с устройством автостоянок для жителей домов, поскольку там и девятиэтажки, и пятиэтажки. И дворы сегодня в очень печальном состоянии из-за того, что на газонах ставятся машины. На пересечении улицы Венебас и Кандавас планируется организовать круговое движение транспорта. Возникает вопрос сохранения автостоянки возле гемтеатра «Ренессансы». Авторы проекта предлагают оборудовать ее в зеленой зоне, которая в территориальном плане города значится частью улицы. От ближайшего жилого дома автостоянку будет отделять буферная зона. Работа над проектом продолжится. Обсуждаемые вопросы будут вынесены на утверждение Городской думы.